всем привет сегодня продолжение метасаунда мы будем изучать рандом рандом очень полезная штука давайте создадим новый метасаунд так пусть это у нас будет new метасаунд неважно пока название подойдем сюда естественно какой-нибудь wave файл в данном случае выбираем можем стерео можем моно пусть это будет моно и подключаем нашему на выход из звука и нишу мы оставим пока не подключенном пусть она не уничтожается после окончания звука он поймут включаем комплей и здесь начнем с изучения да мы можем подать рандомное значение сюда это как сделать можем создать переменную нажав вытянув из данного значения вытянув граф грей был у нас вытягивает единичное значение если мы нажмем и сырой это уже массив также мы можем подать рандом get и подключаем массив наши сюда но для этого надо он play соединить последовательно далее мы можем выбрать наши звуки сколько вам необходимо данном случае давайте пока выберем три пусть это будет 1 2 3 звук здесь можем дисплей name написать да то есть то что у нас отображается но в теории наше наименование вот как раз таки она здесь написано если бы мы не описали его наше наименование бы называлось бы wave asset description это просто описание вы можете здесь написать к чему этот звук относится и так далее также допустим у этого имеется вы это у нас типа весов так скажем вариативности выпадания давайте его тоже применим так это у нас так у нас можем прямо напрямую конечно подать переменную то есть здесь если у нас три значения звука то здесь там нужно три значения вес так выставим единицу у нас будет по сути а здесь нули по сути всегда будет воспроизводиться первый звук давайте проверим без этого как сути звук далее подключим его то есть у нас постоянно звучит именно то который мы поставили максимально значение давайте выставим вообще на другое значение 0 то есть единицу на последний и у нас проигрывается только лишь последний да но мы можем настраивать так что в каких-то процентных соотношениях данном случае единицы сто процентов выставим 05 50 процентов да и между первым и вторым мы тоже разделим пусть это будет 02 и 03 на первом то есть 30 процентов 20 процентов 50 процентов то есть большая часть у нас будет по играть последний звук всегда и вот мы получаем такое вот но кроме такого рандома мы можем здесь выставлять стартовое время да то есть начало старт нашего звука рандомные давайте вытащим вот так напишем рандом здесь у нас появляется рандом тайм естественно мы должны выставить его наше подключение но и здесь у нас вариативность минимальная максимальная так скажем значение допустим с нуля до шести секунд любой из этих вариантов то есть ноль один два 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 и восемь то есть до шести и как мы понимаем здесь вот такие вот пироги получается ну естественно мы можем вытаскивать и спич рандом фоут данном случае подключаем сюда значения если вам нет особое желание да вы можете подключать через триггер и не я в данном случае выбрал два то есть вы можете выбирать сколько вам необходимо вот мы поставили три ноды пусть это будет значение три и мы можем их не соединять параллельно а по сути разъединить и вот так вот сделать так мы сюда соединяем так это у нас второе первое третье все мы здесь соединяем так далее у нас забыл триггер select вроде да вот он триггер select мы можем сюда же разъединить ну в данном случае это select вызывается то есть вы можете подать любое из этих переопределений но в данном случае нам первый в любом случае нужно так что вот это сюда не подойдет так это мы пока удалим подсоединим сюда снова но естественно вы знаете что такое печь он нам делает искажение некоторого звука то есть от нуля до единицы и и естественно далее мы также можем рандом был вызывать также есть рандом был рей но это немножко сложнее структура в данном случае она нам не нужна потому что булевая булевая переменная либо true либо false как бы бессмысленно вызывать рандомные рей именно на бул перемен ну и здесь тоже подключен вот так вот получается что мы сделаем рандомные повторение данного звука но так как они у меня длинные мы к сожалению не сможем это определить там больше двух минут слушать данной музыки ну и так далее то есть почти из каждого элемента мы можем вытащить этот рандом и подать туда значение на этом все далее посмотрим уже в других видео как с помощью блупринта взаимодействовать с данными значениями до скорой встречи всем пока а